Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. Эта дата вошла в международный календарь в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Республика Беларусь стала страной-инициатором этого дня. Эта идея была поддержана государством единогласно. 2020 год действительно знаковый. И не только потому, что в этом году исполняется 75 лет со дня создания ООН. В этом году исполняется 20 лет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющего ее Палермского протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, ратифицированных Беларусь. Подписанием этих документов международное сообщество продемонстрировало политическую волю дать глобальный ответ преступлению, которое не имеет границ и которого в 21 в первом веке не должно быть. И это не все. В этом году также исполняется 10 лет по случаю принятия Генеральной Ассамблеи ООН Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. Принят глобальный план был 30 июля 2010 года консенсусом по инициативе Беларуси. И именно эта дата была предложена в качестве Всемирного дня по борьбе с торговлей людьми. Глобальный план является поистине уникальным документом. Он стал первым универсальным документом, объединившим усилия всех вовлеченных в борьбу с этим злом сторон. Государства, международные организации, неправительственные организации, частный сектор, СМИ. Он впервые поднял проблему не только сквозь призму правоохранительного аспекта борьбы с торговлей людьми, но и сквозь призму правозащитной тематики, ставящей в центр внимания права жертв торговли людьми. В соответствии с глобальным планом был создан целевой фонд по защите жертв торговли людьми, особенно женщин и детей. Фонд осуществляет адресную финансовую помощь непосредственно пострадавшим от торговли людьми. Беларусь, по решению президента Республики Беларусь Александр Лукашенко, является одним из спонсоров этого фонда. Беларусь продолжит свою работу по дальнейшему укреплению глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.